МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Паспортная революция в США предлагает заменить документы мобильным телефоном. Как это на практике работать будет? Около 50 обстрелов за прошедшие сутки зафиксировали на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет. Противник бил по нашим позициям в Лебединском и Луганском. Обстреливали также Золотое, Попасную и Новоалександровку. Самая напряженная ситуация была под поселком Золотое-4, где украинские подразделения обустроили полосу обеспечения. Нет рейдерства. Президент Петр Порошенко подписал закон о земельных угодьях. Теперь собственники земельных участков смогут использовать их не только для ведения личного фермерского хозяйства, а и для товарного сельхозпроизводства. Также украинцы смогут обменивать свои участки. Последствия ДТП в Польше. Три человека погибли более 30 в больнице у пострадавших травмы средней тяжести. Прокуратура возбудила уголовное дело против водителя автобуса. Что ему грозит, расскажет наш корреспондент Галина Якушкана в Польше. Наталья не может забыть этот ужас. Вместе с дочерью она оказалась зажата под автобусом. Я была под автобусом, спина и нога, а дочка зажата полностью под автобусом. Когда люди, каждый рятував своих, она за каждым разом кричала, потому что они ходили под автобусом и тиснули ей ногу. Потом мужчины, которые были в том автобусе, раскатали автобус, вылезли из первого ноги. Дочке сифонило кровь из головы, так бухало, что она вся была червона до низ. Наталья и еще полсотни украинцев ехали на экскурсию в Вену из Львова. Около полуночи на территории подкарпатского воеводства, в 40 километрах от Перемышля, автобус вылетел с дорожной полосы, снес опору и покатился со склона. Пострадавшие, говорят, водитель даже не пытался остановиться. Не видно было, что он хоть трошечки, как-то сказать, завернул. Он ехал просто ревно. И когда мы ударились, я так понимаю, что там был какой-то защитный заборчик. И когда был удар, автобус просто начал вот так по горе крутиться. Потому что в середине оно все так черное, сирое, черное, сирое. И ты же себя так вот, и все, и зупинка. Люди не были привязаны пасками. Люди просто летали по автобусу. Это была как правильная машина. Сейчас в больнице 10 украинцев. У них травмы средней тяжести. Некоторым придется провести в палате еще неделю. Остальных пострадавших, в том числе и семерых детей, уже выписали. У нескольких человек сильные травмы лица и живота. У некоторых повреждены конечности. Пациентов в тяжелом состоянии не было. В прокуратуре Перемышля уже допросили водителя автобуса. По предварительным данным, он превысил скорость в несколько раз. При разрешенных 30 ехал около 80 км в час. Дорожных знаков не увидел, якобы из-за тумана. Его арестовали. Своей вины не признает. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Открыли уголовное производство по факту умышленного ДТП. По словам пострадавших, водитель ехал по незапланированному маршруту, якобы из-за того, что на границе были очереди. Водитель автобуса общаться с нами отказался. Галина Якушко, Марьяна Солодовченко. Подробности телеканал Интер Польша. В Сумах 5 человек пострадали в ДТП. Авария с участием полицейских произошла около 3 часов дня. Как сообщили в полиции, правоохранители выехали на вызов. Но на перекрестке их машина столкнулась с ауди. В полиции заявили, что ехали с включенными маячками и звуковым сигналом, но иномарка не уступила дорогу. В результате полицейскую машину отбросила на тротуар среди пострадавших и женщина-полицейский. Жизнь над пропастью в Косове и Вано-Франковской области. Десятки домов могут провалиться под землю. Все из-за местной реки. Почему чиновники не спешат укреплять ее берега, выясняли наши корреспонденты. Надежда Николаевна с помощью палки измеряет глубину трещин, которая становится все глубже. Женщина рассказывает, когда от ее дома до берега реки было метров 60, но за последние два месяца вода захватила еще 25 метров. В страхе живет и Любов Посолюк. Ее двор от пропасть отделяет лишь эта изгородь. Метр до живоплота начало рвать, и оно поступово съезжает в реку. И если эти яблони не педут, то педут и от этого город, и педут до хати ближе. Потому что там обервало 25 метров сразу, а тут, смотрите, осталось 10-15. То где больше? Менше осталось, как там взорвало. Река начала разрушать берег еще 50 лет назад. Под угрозой оказались школа и детский сад. Когда этот суб берега, все жители, все обратились, и Надея Миколаевна, и моя мама, были неодноразово, особенно после поведения. Нам не было письмою ответа, но нам ответили словесно, что нет денег. В мэрии Косово объясняют, укрепить необходимо более 4 км береговой линии, но денег на это в Горсовете нет. Таких денег в местах, которые расположены в гирских территориях, их априори не может быть. Чтобы вы понимали, что ценность этого объекта, где-то приблизительно, она должна стоить месяц бюджет развития города Косово. То есть, чтобы нам сделать этот бюджет, значит, мы на год можем городскую раду закрывать, мы больше ничего не можем в городе сделать. За помощью городские чиновники обратились в областной департамент экологии. Там пообещали выделить несколько сотен тысяч гривен, хотя необходимая сумма в десятки раз больше. Жанна Дучак, Зиновий Аптанас, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Австралия обвиняет Израиль в испытании ядерного оружия. Речь идет о событиях 40-летней давности, когда, по мнению австралийской и новозеландской прессы, Израиль осуществил ядерный взрыв в Индийском океане. Подробнее расскажет Сергей Ослендер. В мировую историю эти события вошли как инцидент Вэлла. 22 сентября 79-го американский спутник засек в Индийском океане серию сильных вспышек, характерных для ядерных взрывов. Тогда так и не удалось установить, что это было. Но вот сейчас, спустя 40 лет, новозеландские и австралийские журналисты утверждают, это Израиль при содействии Южноафриканской республики провел испытания ядерного оружия. По утверждению тех или иных специалистов, в том числе из Южной Африки, Израиль вместе с Южной Африкой производил ядерное оружие и помог им. Это также утверждал один из советских шпионов, контр-адмирал Южноафриканского военного флота, который занимался именно этой проблемой вместе с Израилем. Он был в Израиле, он возглавлял в Южной Африке. Часть работ по этой теме. В производстве ядерного оружия важнейшая часть его испытания. На своей территории по понятным причинам Израиль их провести не мог. Тут, по утверждениям журналистов, и пригодились связи с Южной Африкой. В обмен на технологии еврейское государство получило возможность взорвать свое устройство рядом с необитаемыми островами принца Эдварда. До сих пор Израиль так и не признал, официально есть у него ядерное оружие или нет. Материалы для его создания всеми правдами и неправдами покупали и похищали по всему миру. Комиссии из США не раз обследовали построенный в димоне реактор, но признаков производства оружейного плутония не нашли. Это потом выяснилось, что американских ядерщиков попросту обманули. Что придумали? Естественно, у каждого ядерного реактора есть свой пульт контроля, на который выводятся все данные. Построили два пункта контроля. Один настоящий и второй, который служил такой ширмой. У него подавались другие данные. Политику государства в этом отношении лучше всех сформулировала премьер Голда Мейер. Она сказала, что у Израиля нет ядерного оружия, но если понадобится, мы сможем его применить. Никому из своих потенциальных или реальных противников обзавестись бомбой еврейское государство не дает. В 1982-м израильская авиация разбомбила строящийся реактор в Ираке. В 2007-м аналогичную операцию провели в Сирии. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Еврокомиссия предлагает пить воду из-под крана. Главная цель чиновников – использовать меньше пластика. Как европейцы борются с загрязнением окружающей среды, расскажет Елена Абрамович. Пейте воду из-под крана. Это здорово, дешево и хорошо для нашей планеты. Такой призыв Еврокомиссии появился в соцсетях. Главная цель – уменьшить количество пластика. В Брюсселе взялись за этот вопрос основательно. Готовят новые законы, которые обяжут страны запустить свои стратегии по борьбе с пластиком. А вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс даже сам лично ездил к побережью Северного моря собирать мусор. Мы, Еврокомиссия, предложим законодательство. Оно вступит в силу в течение двух-трех лет. Но что более важно, чтобы вы помогли мне убедить всех европейцев, что нам нужно что-то делать уже сейчас. В мире перерабатывается всего 5% пластиковой упаковки. В ЕС до 30% – отчитались в Еврокомиссии. Одно из быстрых решений – до 2020 года запретить трубочки, палочки для шариков, ватные палочки для ушей и одноразовую посуду. Нужно всего 5 секунд на производство пластиковой трубочки. И сколько мы ею пользуемся? 5 минут? 10 максимум. И потом нужно 500 лет, чтобы она разложилась. Нам следует отказаться от подобных вещей. Есть альтернатива. Кроме того, странам-членам ЕС предложили ввести налог на пластик. Хорошим примером послужила Ирландия. Там сбор ввели еще в 2002 году. За каждый, даже самый маленький пакетик, пришлось платить – от 22 центов. Когда люди привыкли, им стало это нравиться. Если сейчас попробовать убрать этот налог, думаю, будет сильный отпор. Это, наверное, один из немногих налогов в мире, популярный среди плательщиков. Вести комиссию на непригодный для переработки пластик собирается и во Франции. А вот еще одну из директив Брюсселя – сократить использование полиэтиленовых пакетов – многие страны уже выполняют. Присоединились даже за пределами Европы. В Чили жить по-новому начали в марте. Президент раздал гражданам сумки из ткани. Мы хотим поменять культуру отходов, когда все идет в мусорник, на здоровую культуру переработки. В мире 7 миллиардов 600 миллионов населения. Мы не можем продолжать загрязнять планету. Тем временем масштабы загрязнения не перестают удивлять. Побережья самых райских уголков планеты время от времени получают вот такие дары моря. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Смартфон вместо паспорта. В США запатентовали технологию, когда документы полностью заменят. Мобильный телефон производители уверяют, так и удобнее, и надежнее, поскольку гаджет будет и для связи, и для расчетов, и для подтверждения личности. Дмитрий Анопченко выяснял, как это может работать. В очереди на паспортный контроль в столичном аэропорту имени Рейгана у каждого второго в руках смартфон. В нем и расписание, и электронный билет, и посадочные. Но и этого мало. Паспорт, бумажник и телефон. Отправляясь в путешествие, сейчас можно забыть все, что угодно. Но только не эти три вещи, ведь без них и не улетишь, и в поездке не выжить. Но вполне может оказаться, что в самое ближайшее время для путешествий будет достаточно только одного лишь смартфона. Ведь в магазинах уже можно просто им рассчитаться. Кредитная карточка не нужна. Ну а сейчас появилась идея и документы сделать электронными, поместив их просто в айфон. Технологию уже запатентовала Apple. Мобильный телефон должен будет генерировать уникальный защищенный сигнал, передающий на телефон или компьютер пограничника все данные о вас. При необходимости считываться эти данные будут дистанционно. И тогда пассажиров на границе можно вообще не останавливать, избежав очередей и отвозя в сторону лишь тех, чей телефон передал информацию, вызвавшую вопросы. Визы также сделают электронными. Посольства пришлют их на смартфон через интернет. Не нужно почты или курьера ждать. Аннулировать украденные или недействительные паспорта госчиновники тоже смогут одним нажатием кнопки. А не включать документы в стоп-листы и базы данных, как сейчас. Идея вроде бы здравая, вот только вызывает сомнения. Ну а как, к примеру, быть, если в айфоне неожиданно батарея села, а такое сплошь и рядом случается? Паспорт ведь уже не предъявить, он в телефоне остался. Или другая ситуация. Если бы, к примеру, свою трубку неожиданно уронили просто в аэропорту. С бумажным документом проблем бы не было. Ну а айфон с разбитым экраном разве предъявишь офицеру? Но есть и самый насущный вопрос. Смартфон вместо паспорта своим гражданам государство выдавать будет? Или покупать придется? И что делать тем, кому ехать надо, а гаджет не по карману? В любом случае, такая паспортная революция пока что не более, чем предложение производителей, хотя путь от этой идеи до ее реализации в Америке может быть и очень коротким. И в какой-то момент все документы действительно могут стать мобильными. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Индер. Британский миллионер Джулиан Данкертон не пожалел миллион фунтов на повторный референдум по Брекзит. Деньги он пожертвовал в пользу общественной организации People's White, которая требует повторного голосования о выходе Британии из Евросоюза. По мнению бизнесмена, именно эта организация в силах остановить бракоразводный процесс с ЕС. Данкертон считает, что Брекзит негативно скажется на британской экономике. Арсенал у соседа за стеной. Украина в лидере стран на черном рынке оружия. Купить можно практически все, автоматы, пистолеты и гранаты. Подробнее расскажет Любовь Кукла. Эхо войны Украину в буквальном смысле завалило нелегальным оружием. Эта цифра где-то около пяти миллионов стволов. Новости с каждым днем все больше напоминают криминальные сводки. В результате у нас уже практически хаос неуправляемый. К примеру, последнее известие мотоциклист обстрелял водителя автобуса. Дорогу не поделили. И такой разгул криминала уже давно никого не удивляет. А все из-за нелегальных потоков серых стволов. Украина лидер в Европе на черном рынке оружия. На превеликий жаль мы действительно получаем, напевно, пальму первости. Почему? Потому что балканские краины, которые традиционно были на первом месте, они сегодня трошки пролисают, потому что в них война уже закончилась. В соответствии, черный рынок у нас наибольший в Европе на превеликий жаль. Интересно, что цены на нелегальное оружие не кусаются. Естественно, информация инсайдерская. Насколько я слышал, цена на, допустим, автомат Калашникова в некоторые периоды, в 15-16 году падала до 1000 гривен. ТТ или Макаров 300 баксов, граната лишь 500 гривен. А виной всему уверяют эксперты. Война на Донбассе. Первые месяцы войны оттуда можно было вывезти все, даже танк. Даже танк? Ну, сколько было захвачено БМП, бронетранспортеров. Вынужденные меры. Из-за откровенного беспредела на улицах украинцам приходится думать о самообороне. Причем не осваивать навыки того же рукопашного боя, а вооружаться. Ведь каждый может оказаться мишенью или случайной жертвой. Готов? Значит, есть передача оружия. Держи. Осмотри, проверь оружие. Отсутствие патронов. Затвор вперед. Нажимай вот вниз. Хорошо, сделай контрольный спуск. В направлении мишени. Инструктор Виталий Алексеев не скрывает, в их центр приходят едва ли не толпами. В основном предлагают это обучение по безопасному обращению с оружием. Это как главное направление. Соответственно, есть сопутствующие дисциплины. Сюда включается и самооборона, и СИПовское направление инженерное. То есть, как выглядит взрывчистое вещество, как диагностирует. И хоть желающих всегда было много, теперь, после войны, количество выросло в разы. Спрос на подготовку работы с оружием достаточно большой был всегда. Но если взять последних три года, то действительно, скажем, количество клиентов значительно выросло. Наверное, все дело в ответственности, в отношении к себе. Это проявляется не только в обращении с оружием или в решении каких-либо конфликтных ситуаций. Люди должны ответственно относиться к своей жизни. Беречь свою жизнь, беречь жизни других людей. Да, должны беречь. Но, как это ни печально, далеко не все это понимают. И продолжают играть в войнушки, даже на мирной территории. А это значит, что новостей о взрывах гранат и стрельбе на улицах меньше не станет. Любовь Кукла и Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер. В Ивано-Франковской области ранили двух спецназовцев. ЧП произошло в поселке Краховцы. По предварительным данным, между двумя компаниями вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Во время разборок один из участников конфликта достал оружие и выстрелил в оппонентов. Двое мужчин получили ранение. Оказалось, что это бойцы спецроты нацполиции. Их доставили в областную больницу. Злоумышленник сбежал. Как сообщает местная СМИ, несколько часов назад стрелка задержали. Праздничный забег. В Харькове около 5000 человек пробежали марафон, посвященный Дню Города и Дню Независимости. Дистанция чуть больше 42 километров. За участниками наблюдала и Светлана Шекера. Ранним утром, пока нет жары, на стадионе «Динамо» разминаются бегуны. Анатолий Иванович в свои 77 готовится пробежать полумарафон. Рассказывает, бегать начал уже на пенсии. А ну попробую, я километр пробегу, а ну два. Ну так пошло, пошло, пошло. В 66 лет я первый раз побежал в первый марафон. В месяц километр 140-150 я пробегаю десятки. В забеге участвовали и дети. У них дистанция самая короткая. Три километра. Это большая дистанция для вас? Ну для нас не сильно, потому что мы бегаем больше. Перед стартом волнуются все. Ну всегда перед стартом есть небольшое волнение. Обратный отсчет и тысячи бегунов устремляются вперед. Три, два, один, пять. Ирина бежит с детской коляской. В ней трехмесячная дочь. Вы решили сбежать? Да, ну я бегаю много лет. В этом прошлом году полумарафон пробежала. Узнала, что беременна. Решила продолжать уже с молодым поколением. Держим, кинежирующие! Десять километров пробежала и глава Харьковской обладминистрации. В марафоне освобождения она участвует уже третий год подряд. Гарная погода. Майже вся дистанция в тени, поэтому каждый, майже каждый сдал в нее. Великая колькость эмоций. Дуже приемные коллеги, потому что каждый пытался поддерживать один одного для того, чтобы встретиться на финише. Дякую всем, кто долучается до спорта. В этом году участников особенно много. Сторонников здорового образа жизни становится больше. Это, понимаете, уже философия жизненная такая. Потому что еще Борис Петрович, тренер наш бывший, говорил, растал приоритеты жизненные. Если хочешь здоровье иметь в первую очередь, то все будет остальное. Здоровье в первую очередь. Те, кто смог одолеть полную марафонскую дистанцию, уже победили, вне зависимости от результата. Пробежать 42 километра смогли самые выносливые и самые расчетливые, кто смог сберечь силы на старте и распределить их на всю дистанцию. Светлана Шикера, Евгений Карпенко, подробности, телеканал Интерхарьков. Квартирные аферы лишить жилья собственника в Украине можно вполне законно. Для этого мошенники придумывают новые схемы. В итоге бороться за свои квадратные метры приходится не один год в судах. На какие уловки идут преступники, разбиралась Фируза Бегматова. Когда закончатся суды, Игорь Абара ждет уже три года. Его мы встретили незадолго до заседания в очереди за бутербродом и чаем на столичном Крещатике. Добрый вечер, проходите, пожалуйста. Абара рассказал, что стал приходить сюда после того, как мошенники лишили его жилья. Я вышел в магазин, назад пришел, закрыть двери. Замок не тот. И все. Кто поменял замки, Игорь не знает. Вспоминает, что до этого к нему и матери наведывались волонтеры. Они сразу документы забрали, а я ничего не знал. Уже после смерти матери Абара обнаружил пропажу паспорта. Он подает заявку на отримание нового паспорта и отримает этот паспорт, в котором уже нет регистрации. Теперь годы судебных разбирательств. Сторона Абары хочет признать первую сделку недействительной и вернуть квартиру. Для Абары это вопрос физического выживания, где будет эта людина в зиму жить. Оппоненты, естественно, надеются оставить жилье за собой. Ведь они третья сторона. Люди, которым квартиру уже перепродали. Мы обычная семья, у меня есть ребенок, у меня муж есть. Семья купила недвижимость через известное столичное агентство. Сделали ремонт в квартире и через полтора года получили повестку в суд, что первая еще сделка недействительная и все последующие являются недействительными. В суде выяснилось, теперь квартира под арестом. Арестована она уже была по факту, когда мы ее владели в 2015 году. То есть там в промежутке между 2014 и 2015 годом вообще никаких позывных заяв не было. Позже обнаружилось, что у Игоря Абары есть еще одна квартира. Человек прятал от суда, от судьи конкретно, что у него есть недвижимость, называя себя беждомным. Он ладеет квартиру в Пирятина пополам со своей матерью, которую ему купили еще в рамках первой сделки. А участница первой сделки не выходит на связь и не является в суд. Продавец наш, который нам продавал женщина, сегодня она не явилась, например, в суд. И получить у нее разъяснение мы не можем. Адвокаты Абары пытаются доказать недиспособность покойной матери Игоря. В гугле подивиться, что такое инсульт. Дескать, первая сделка недействительна и Игорь – законный владелец квартиры. Если она не пересылается, то до какого нотариуса она взагалей ходила? Что она подписывала, если у нее руки не рухались? А третья сторона надеется, что не останется на улице. Сейчас пострадаем мы, потому что именно у нас заберут квартиру, когда у человека все есть, а у него будет дверь. В момент, когда вы покупаете квартиру, все чисто, никаких арестов нет, она нотариально чистая, эта квартира. И потом через полтора года, когда вы уже вселили, сделали ремонт, у вас получается повестка в суд. Кто и кем обманут, над этой историей суд ломает голову не первый год. Фируза Бегматова, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Украина входит в десятку стран-лидеров по количеству бездомных животных. Одна из главных причин – это отсутствие наказания для хозяев, которые выбрасывают питомцев на улицу. В Киеве собираются создать реестр животных. Поможет ли это, узнавала Лариса Зубенко. Асте почти два года. Порода Бигль пришлась Юле по душе. Девушка говорит, собака игривая и дружелюбная. Приобрела ее. Насланда нашла. Ребята не справились. Я взяла себе ее. Потому что очень долго мечтала о собаке в детстве всегда. У Асти есть вид книжка и все необходимые прививки. Чипизацию собаки Юля считает бессмысленной. Зачем это? К чему оно приведет? Мне да. Я смогу зарегистрировать свою собаку. Те же бабушки, пенсионеры, которые заводят этих собачек и чаще всего дворняжек для души. Это однозначно приведет к бездомным. Количество увеличения бездомных собак. Инициаторы проекта «Киевское коммунальное предприятие» обещают, с сентября своего домашнего любимца можно будет зарегистрировать онлайн. Стоимость 45 гривен. Говорят, если животное с чипом потеряется, его легче будет найти. Еще не будет сложностей с вывозом питомца за границу. А вот за нерегистрацию грозят штрафом. С суммой пока не определились. Если хозяин хочет чипировать, пожалуйста, может маленький, может большой. Чип маленький, он же несущественный. В чипе очень хорошо было бы размещать полностью больничную карту. Вот это очень важный момент в моем понимании. Мы когда сталкиваемся с теми, когда животные попадают в какие-то проблемы, больничная карта очень важна. В странах Европы домашних питомцев чипируют давно. Ведь там уже сложилась культура отношения к братьям нашим меньшим. В Украине не всегда действуют законы, связанные с защитой животных. Регистрация питомцев может не прижиться. Нужно сначала пояснить людям, зачем она. Нет понятия прозрачности. Но мы должны ориентироваться в первую очередь на статистику, на опыт тех городов или стран, в которых это все внедрялось. Если стран, то, соответственно, их законодательная база. А не хочется, чтобы один из основных инструментов для регулирования честности бездомных животных, а именно регистрация, прошла впустую. А вот, по мнению Юлии, вопрос чипизации не самый важный. Девушка жалуется, ей попросту негде выгуливать собаку. Поэтому нужно в первую очередь обратить внимание на создание специальных зон. Лариса Зубенко, Валентин Белич, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. В Запорожье прошел открытый чемпионат Украины по вертолетному спорту. Умения пилотов оценивали в трех дисциплинах, а участие в соревнованиях приняли экипажи не только из Украины. С какими трудностями в небе столкнулись спортсмены, расскажут наши корреспонденты. Первые трудности для экипажей начались, едва машины оторвались от земли. Перед стартом неожиданно поднялся порывистый ветер. Немного тяжелее управлять, балансировать вертолет, все остальное, держать место. В программе чемпионата вертолетный слалом гонки, полет на точность и развозка грузов. За штурвалом только опытные летчики. Под вертолетом мы видим два груза, длинный груз и короткий. Короткий груз не должен коснуться земли, длинный, не должен быть оторван от земли. Помогают пилотам напарники и операторы, дают подсказки и контролируют действия летчиков. Алина Бабинская сегодня именно в такой роли. За штурвалом она уже два года. У нас девчонок много в авиации, вот белорусский экипаж, девчонки. И поэтому мы тоже надеемся, что в будущем у нас тоже будет молодой женский экипаж. Поэтому в дальнейшем, возможно, вы меня увидите и в качестве пилота, а не в качестве оператора. За каждым упражнением в небе следят 25 судей. Ошибок не прощают. Почему? Потому что конкуренция людей, спортсменов мало, а конкуренция большая за места. После каждого упражнения обязательный техосмотр. Особое внимание уделяют двигателю. Может он птицу какую-то поймал, может он еще что-то. Надо смотреть по-любому. Тем более они низко летают возле земли, попадает трава, попадают разные части. Участники признаются, подобные соревнования для них больше, чем спорт. Главные навыки, которые особенно пригодятся во время поисково-спасательных операций. Как на море, так и в горах, где от опыта пилота зависят жизни людей. Андрей Кровец, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер Запорожье. Как прошло открытие спортивных азиатских игр? Сколько людей стали жертвами самого масштабного наводнения в Индии? Как жители Америки почтили память легендарной певицы? Об этом и не только далее в нашем обзоре. В Генуи завершилась поисковая операция возле разрушенного автомобильного моста. Количество погибших выросло до 43. Еще 9 находятся в больнице. Четверо из них в критическом состоянии. На месте происшествия отправили технику, которая продолжит разбирать завалы. Прокурор Генуи заявил, что причиной обвала моста Маранди стал человеческий фактор. Жертвами наводнений в индийском штате Керала стали более 300 человек. Еще 200 тысяч остались без крыши над головой. Власти страны назвали наводнение самой страшной катастрофой за последние 100 лет. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли спецслужбы и военных. В Куала-Лумпур прошел необычный фестиваль, во время которого сжигают изображения китайского божества Дэ Ши Йо, или голодного призрака. Несколько сотен человек прошли по главной улице города с фигурой божества. Действо сопровождалось песнями и ритуальными танцами. Местные жители верят, если бумажную статую сжечь в соответствии с древними традициями, духи будут сопровождать человека на протяжении нескольких недель и оберегать от негативных эмоций. В памяти Ореты Франклин тысячи людей продолжают ежедневно приходить к дому звезды в Детройте, где она провела свои последние дни. Орета умерла от рака поджелудочной железы, который ей диагностировали несколько лет назад. Певица стала популярна еще в 70-х, а ее самой известной композицией стала песня «Респект». Традиционные танцы и красочный фейерверк. В Джакарте стартовали летние азиатские игры. Спортивный праздник начался с ритуального танца, который внесен в нематериальный список наследия ЮНЕСКО. Завершили церемонию факелоносцы, взобравшись на импровизированный вулкан. Участникам азиады станут почти 10 тысяч спортсменов из 45 стран. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова